Сегодня 14 марта, я Алексей Мацука, здесь у нас в нашей студии общественной телевидения Донбасса в городе Киеве. Не в Донецке, а в Киеве, потому что в Донецке мы не можем делать прямые эфиры и студии для общения с моими коллегами, и с политическими деятелями, и общественными деятелями, потому что всем известна эта ситуация, несмотря на то, что Энрике Менендес здесь 15 минут назад рассказывал, что особых проблем для работы и общественных партий и организаций, политических партий и общественных организаций в Донецке нет, но тем не менее, почему-то вот коллеги, которые пришли сейчас ко мне сюда, в гости, в студию, скажут по этому поводу свое мнение, я хочу представить всех по порядку, Алексей Рябчин, народный депутат Украины, партия Батькивщина. Добрый вечер. Диана Берг, представитель общественного движения Донецка, Донецк это Украина. Добрый вечер. Владлен Небрат, не брат, правильно так. Тот же Донецк это Украина и участник донецких проукраинских митингов. И Олег Саакян, также представитель Донецк-Украина, общественного движения. И, собственно, один из, наверное, как сейчас мы как-то были на 1 плюс 1, правозащитник, да, еще тебя представили. Политолог, в принципе, и глава единого координационного центра Донбасса. Да, вот скажите, коллеги, вот у меня вопрос к Алексею. Алексей, можно ли поехать, собственно, с избирателями встретиться в Донецке сейчас свободно и провести какую-то работу, может быть? Нет, я предпочту с ними встретиться где-то на нейтральной территории, где-то так в районе Славенска, Краматорска или Мариуполя. К сожалению, в Донецк сейчас очень сложно выехать. В принципе, я знаю, что есть каналы, возможно, нужно договариваться, но я считаю, этого не делать. А как вообще можно учесть сейчас мнение территориальных громад, которые находятся на оккупированных районах Донецкой власти? То есть, как органы власти или, например, ваша партия, Батькивщина ведет эту работу? Я знаю, что, например, партия регионов через аффилированные структуры, общественные движения, там, сопричастность, это называется, или ответственные граждане, они пытаются влиять на ситуацию. Батькивщина как-то влияет на ситуацию через выдачу гуманитарки, может быть, или еще что-то? Да, действительно, мы как партия помогаем, мы очень много, там, гуманитарный наш и наш армия, мы очень много помогали в этом плане. Я лично отвечаю за две области, Донецкую область и Винницкую, потому что там Донецкий национальный университет, и я как доцент кафедры международной экономики помогаю университету. Пытаемся, например, забрать первоочков, которые сейчас находятся в Донецке, чтобы они все-таки переехали в Винницу, начали нормальное обучение. Общаемся, я приезжал в Комоторск, приезжал в Славянск, собираюсь поехать в Мариуполь, пообщаться там с людьми, на постоянном контакте с теми людьми, которые находятся в Донецке, в Мариуполе, в Ясиноватой. То есть, в принципе, контакт есть. Как я всегда говорил, донецкие люди, украинцы из Киева, всегда найдут общий язык с украинцами из Донецка, потому что я считаю, что всех, кто там, ходят на той территории, они украинцы, потому что никто еще не сжег свой паспорт, считая себя гражданином какой-то выдуманной страны. Они все рассчитывают на украинскую пенсию, на украинскую гривну, на украинские выхваты, поэтому диалог, возможно, нужно вести диалог. Олег, я знаю, ты часто критикуешь действия украинского правительства, нынешней власти за то, что происходит, например, с теми же выдачей этих, как я называю, виза для граждан Украины, чтобы посетить государство Украина. А не было ли со стороны официальных властей, может быть, со стороны Рябчина, преследований тебя? Нет, слава богу, никаких преследований нет. Были словесные перепалки, были конфликты, скажем так, словесные. Но чаще всего... Не у нас нет. Нет, у нас с Алексеем, слава богу, нет. Есть очень много депутатов, которые, не знаю, на конструктивный диалог настроены. Но, к сожалению, не все, далеко не все. И в данном случае, конечно, больше конфликт строится с исполнительными органами власти. Ну, поскольку тот режим, который был введен, он является античеловеческим и аморальным. Я так считаю, я думаю, так считает большинство жителей Донецкого региона и тех, кто выехал оттуда. Последняя информация, которую обладают, то, что пропускная система будет электронной. Думаю, уже все об этом знают. И, в принципе, удалось смягчить эту систему. Я надеюсь, что в целом она будет отменена, либо приедена в цивилизованную в ближайшее время. Поскольку это вопрос жизни людей. Месяц назад, я помню, как только ввели эту пропускную систему, я подошел к Антону. Иральченко, Верховный район, что вы делаете? Это не мы, это не милиция, это сбои. Надо менять, если вы думаете о защите территории, ну да, там должно быть какие-то пропускные возможности. Но если вы думаете о людях, сделайте это уведомительной. Прислал заявку, тебе назад не вернулось, что тебе нельзя туда ехать. Все, значит, по принципу, если не разрешено, то можно. Ну, говорили, очень много было разговоров, даже разговаривал с губернатором. Езжал губернатор в Кихтенко, говорю, зачем это нужно? Это же генерал губернатор. Генерал губернатор. Это не моя инициатива, я прекрасно знаю, что можно за 500 гривен купить. Три дня за полторы тысячи гривен тебе завтра же придут, я это все знаю, и власти против. То есть, как бы все против, но в то же время это работает? Да, да, но нет. Две проблемы были. Не было ответственного органа, потому что милиция на СБУ, СБУ на пограничную службу, пограничная служба зачала в МВД. Все говорили, мы не ответственны, первое. А второе, сама логика введения депрограммской системы на выезд оттуда противоречит и зоне антитеррористической операции. Потому что если там люди заложники у террористов, тут надо максимально вывозить и упрощать эту систему. И также, если мы говорим о военных действиях, то это тоже, по первой территории, там находятся наши граждане. Соответственно, опять же мы должны их вывозить. То есть, она даже противоречит самой логике заявляемой власти. Я бы сказал, что нужно нам очень громко заявлять о том, что мы делаем, что нужен либо отдельный вице-премьер-министр по вопросам возвращения Крыма, Донецка и Луганской области. Тот, кто будет координировать работу разных структур. Либо это должна быть парламентская комиссия, либо органы, которые целенаправленно будут этим заниматься. Диана, а ты сейчас в Мариуполе? Да. И вот как ты себя чувствуешь там в Мариуполе? Ну, то есть, я имею в виду, нет ли такой стигмы, что вот приехала тут из Донецка и кто-то живет? Дончанам, которые вынуждены переселяться, я бы рекомендовала ехать в Мариуполь. И по ряду причин. Во-первых, это Донбасс, это дом рядом, хотя понятно, что мы туда не доедем, но хотя бы это греет чувство, что через 100 километров вот уже ваш дом. Море и самое главное, что нет даже шанса того, что вам, допустим, не сдадут квартиру, потому что у вас донецкая прописка, что вас за донецкие номера на машине никак не косо не посмотрят. То есть, нет даже этого шанса. И еще самое интересное, что то, что Донецк уже прошел, то есть, вот этот конфликт, он может каким-то образом, то есть, мы можем помочь в Мариуполе, в городе, который сейчас на самом переднем крае, мы можем помочь со своим опытом, будучи там. Намного дешевле. Владлен, а ты в Киеве живешь? Да. И были проблемы какие-то, когда узнавали, кто ты, и почему ты в Киеве, или как-то стигма есть какая-то? Ну, да, такие проблемы периодически возникают, но немножко поговорю, люди входят в положение, и многие, наоборот, больше даже осознают, что как нам было тяжело, осознают, что у меня про-украинская позиция, говорят, о, как вам было сложно действительно, понимаю ваши проблемы. Ну, буквально несколько дней назад разбили служебную машину моего отца, ну, судя по сути, я не скинуми радов, скромный автомобиль на самом деле, и стоял культурно, никому не мешал, ночью разбили стекло, капот. А почему? Ты думаешь, это связано с тем, что это вот пример стигма, да, такой? Да, ничего, в принципе, такого быть не могло бы. Ну, просто, знаешь, звучит как-то нездорово, когда просто такое происходит. Ну, я об этом слышал, это не единственный случай. Много людей говорят, типа, царапанная машина внезапно там, да, происходит это с машинами, с донецкими номерами в Киеве периодически. Алексей, да? Ну, много людей проявляют себя негативно в Донецком. Мы все знаем, да, про проблему, когда пытаются снять жилье, то есть в Донецке все сразу не рассматривали. Алексей, а как реагировать на такие случаи? Есть ли программа какая-то у Верховной Рады вашей? Мне кажется, если на человеческом уровне, вполне понятно, что есть злость и раздражение у людей, людей там с донецкими номерами, и, в принципе, я, например, если вожу машину, я стараюсь максимально, если вижу, что кто-то там поворачивает или просит, я стараюсь максимально помогать, давай проезжай, чтобы, наоборот, показывать, что люди с донецкими номерами, они культурные. Есть разные, в семье не без урока, да, понятное дело, когда, там, пять лет назад, большинство донецкой представителей, донецкой, так называемой элиты, переместилось в Киев, и тут началось паркование на газонах, и очень много разных бед, в принципе, наши донецкие автомобилисты в Киев, как мне говорили коллеги, то сейчас уже, когда, ну, скажем так, люди средний класс, и люди уже более, там, с низким достатком приезжают в Киев, и у них нет таких понтов, как были у наших донецкой элиты, а осадок, как говорится, как в анекдоте остался, поэтому давайте, наоборот, покажем, что донецкие, они другие, есть другое поколение. Диана, вот ты такая теперь мариупольчанка, у меня есть видео, сделанное сегодня в городе Мариуполе, давайте мы его посмотрим, мы его, нет, вот, да, оттуда, но это, как бы, другая сторона того события, мы его посмотрим, и что, я же тебе отправлял, и мы его сейчас посмотрим, и ты дашь комментарий, дело в том, что в Мариуполе, как я знаю, там проходят каждые выходные, да, какие-то мероприятия. Притикулярного какого-то такого расписания, то есть, по мере необходимости, по мере вот назревания какого-то импульса, то есть, если это, допустим, они всегда приурочены к чему-то, акции в Мариуполе, либо это встреча, там, бойцов с батальона АЗОВ, которые ехали, возвращались с Широкино впервые за, там, несколько месяцев, поменяв линию границы, либо это, допустим, вечер памяти, там, Бориса Немцова и Немцова, и поддержку Савченко, то есть, всегда, то есть, конечно, к чему-то приурочены, какого-то расписания штатного, что вот, сегодня митинг, надо идти, такому-нибудь, ну, я не знаю. Ну, есть видео, Вилета? Ставим, давайте смотреть. Я же просила писать, я бы не зацепливался на Мариуполе, о том, что… Ну, да, мы сейчас перейдем к Мариуполю, но просто это такое показательное видео, на самом деле. Нет, я не к этому, я думаю, что Донецким Мариуполе лучше, потому что своя аура как раз надо вот сейчас разбавлять и перемешивать. А ты поедь, Олешка, ты приезжай к нам, ты приезжай, мы увидим. Да, давайте, давайте, давайте. Да, действительно сказано про Мариуполе, смог бы следить. Мы не писали, что он был ранен, что он был ранен возле вольской части, а возле вольской части были ранены, все, все они стрельные, а у него почему-то на живое. Я это видела, что не своими глазами, как ваш брат, нападал на вольскую часть. Нет, я это видела, я это видела, я это видела, а почему вы не можете приезжать вольскую часть? Раз ваш брат уронит, значит он на живое ранение. Он просто попал в лицо времени тут. Чего он был ночью? Там шоколадская кофе, мы были в шоколадской кофе, да. Подождите, а если вы вышли за брата, зачем такой плакат? Верните наш… Как, какое? Ну так конкретно напишите, конкретно напишите брата, причем тут сыновья и мужья. Распирается ровно, чтобы не обмануть уже… Провоцировать, здесь ходить, не надо было. А кто кого поедет? Из-за вас у нас война идет, идите отсюда. Кто кого поедет? Из-за вас война у нас идет, из-за вашего брата. Уходите отсюда, уходите отсюда. Это вы привели войну на нашу землю, идите отсюда. А как? А что же вы делали на референтуме? Что вы делали на референтуме? А что сделало власти 23 года? Вы смотрите, я тоже все не поменялось, ничего. Что, людям лучше стало власти 23 года? А если вы на референтум не пошли… Если вам что-то не нравится, вперед в ДНР. Вперед. Вот там хорошо. Ребята, езжай, езжай, езжай. Люди сейчас заявили о своем проведении мероприятия. Поймите, вы сейчас мешаете. Ну как мы можем мешать? Мы граждане тоже этого читаем. Граждане этого города. Вы сейчас рассказываете, что другое у вас. Ребенка помогите найти. Вопросы не, я же говорю, но вы поймите. Конечно, мне поможет, только надо к мнению. Лучше подлужить, предоставить, почему можно было. Партия, проклипеет, и без людей. Сейчас вот его представитель его отдела, который зашел. Но что делается? Я не знаю. Вы как-то походите, когда их сомнено будет. Блазь. Смех! 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 То есть вот такая ситуация, понятно, да? Пришли люди, которые сказали, что они якобы родственники какого-то мужчины задержанного во время штурма одной из воинских частей Мариуполя в прошлом году, и якобы они не знают о судьбе этого человека. Такое в Мариуполе часто происходит? Вообще не часто, я впервые удивилась на самом деле. Странно еще то, что пришли они, так понимаю, на гражданскую акцию. Да, это митинг был про украинских активистов, это волонтеры, это Мариупольская дружина, инициативная группа «Вместе», «Новый Мариуполь», представители самых ярких таких общественных групп в Мариуполе. И если действительно у людей такое горе, как кто-то задержан или там пропал без вести, или неизвестна судьба, то я думаю, что логичнее было бы обратиться в органы. То есть мне это странно немножко, это вот логика. Еще интересно, что пришли вроде как за одного человека, простите, пришли на проукраинскую акцию, во-первых, а во-вторых, еще и на плакатах было написано «Отпустите наших мужей, детей, братьев, по-моему», то есть в множественном числе. Уж слишком попахивает провокацией, потому что место они случайно и слоганы прямо как на камеру. Я не удивлюсь, если они будут исполнены где-нибудь «Russia Today». Кроме всего, мне кажется, что выстраиваются в какую-то цепочку, вот такие митинги, которые, например, вчера проходил в Киеве, где было зафиксировано огромное количество факторов, что выдавались деньги митингующим против Кличко и так далее в зашествии. Судя по всему, просто... Точнее, что днем, но это вечером было наше... Да, да, ну, понятное дело, что днем, но по Кличко ничего не говорит. Что, в общем, это какая-то, вполне вероятно, уже цепочка каких-то таких митингов, проплаченных оппозиционным блоком или неизвестно тем еще какой силой. У нас есть телефон, если кто-то из Мариуполя был на этой мероприятии, звоните, или если не из Мариуполя, а из Донецка, из других городов, оккупация, то тоже звоните, пообщаемся. Алексей, а что вообще известно о подобных мероприятиях? Это спланированные такие штуки, может быть, что-то из СБУ, может, еще чего-то? Или это все-таки люди сами выходят на самом деле так, чтобы показать свое мнение и отставить свои права? На самом деле, очень трудно из 15-секундного ролика сделать какие-то выводы и гадать на кофейной гуще не очень хочется. Действительно, все версии невозможны. Можно у людей действительно трагедия, но очень странно, если они год не могут уже найти человека. Я думаю, что это уже был бы резонанс, и власти хоть как-то, но я думаю, в Мариуполе нормально функционирует более милиция и прифронтовый город. А вот сам милиция? Все силовики там есть, и я думаю, что могли бы сделать что-то. Ну, мы должны понимать, что против Украины ведется не просто военная агрессия, а экономическая, дипломатическая и информационная. И это как один из элементов, может быть. Хотя они будут отрицать, что действительно у людей трагедия, они не могут найти своего родственника. И в отчаянии действительно пытаются обратиться куда только можно. Поэтому давайте не будем смешивать. Молодой интересный момент. Как их достаточно тактично, откуда бы проваживали люди? То есть я даже не услышал что-нибудь, чтобы надо бы запикивать, либо кто-то их бил. Ну да, кстати. Я не услышал в Донецке сейчас, чтобы вышли кто-то и сказал, что ДНР похитили, вот у нас человека, и они негодяи. На митинг с плакатами «Вернитель». Перед тем, как вы сюда пришли, я анонсировал то, что будете вы здесь. И вот одна из жителей Донецка мне написала в фейсбуке, что вчера смотрела на ютюбе трансляцию «Радио Свобода», митинга, который был в Киеве. И она написала, что ей впечатлили эти события, что дончане как-то не расходятся в своих взглядах, а наоборот еще и через год выходят на митинги. Ну а я, например, посмотрел, я, к сожалению, не смог, потому что я был в Варшаве и только приехал поздно вечером. Коллеги мои были, и Виолетта была, снимали видео, и Юля была. И мы делаем в процессе еще большой сюжет об этом всем. И мы, вот я что заметил, насколько чувствуется или прирост, или неприрост людей к идее Евромайдана и к идее того, что Донецк все-таки Украина. Это как-то можно почувствовать и пощупать как-то количественно. То есть, или же вот мы все-таки остановились на том митинге на Октябрьской площади, грубо говоря, в Донецке, где Архангел Михаил, и вот потом на стадионе, и это был максимальный пик возможностей, да? Или все-таки у нас еще пик будет дальше? Давайте разделять то, что я разделяю. Это Донецкий Евромайдан. Да, совершенно верно. И движение за Украину, потому что, к сожалению, Евромайдан в Донецке не получил большой такой поддержки. Но интегральная идея, объединяющая была для всех, что Донецк это Украина. Много дончан, которые не поддержали Евромайдан по определенным причинам. Но из тех, кто не поддержал, я очень много знаю тех, которые хотели жить в единой Украине и до сих пор хотят. Поэтому здесь вот нужно быть четкое разграничение одно другим. Как я считаю, что по своему опыту и опыту своих друзей очень много сторонников именно единства Украины. И уже после этого Евромайдана появилось уже, наверное, через полгода после всем известных событий. И вот уже к осени стало больше людей, когда мне люди звонят и с Новым годом поздравляют, заканчивая славу Украины. Когда к жизни они никогда к политическим этим вещам не относились и спрашивали меня, что ты там на митинги ходишь, зачем это тебе нужно, надо же работать и прочее. И у людей настолько изменилось положение, то есть они хватаются за эту возможность просто, за желтый блоковидный флаг. И для них это действительно уже намного больше значит. То есть люди раскаиваются. Раскаиваются в чем? То, что они не принимали активного участия в событии и не показывают, даже не стоило принимать активного участия, просто оказывают какую-то более активную позицию. И люди понимают, что если ты не выходишь, если ты не покажешь свою позицию, то решают за тебя то, что сейчас, в принципе, и происходит. Ну так, дело в том, что в Донецке-то и не выходят, тоже против Захарченко. А кто бы там мог выйти и сразу получить пулю, кулю в лоб. Да, это либо пуля, либо подвал, то есть там это невозможно. Нельзя выйти, как сейчас мы увидели эти кадры из Мариуполя, что в Донецке это невозможно. Свободу слова ты понимаешь только после того, как ты ее теряешь. У нас очень много не ходили на выборы в Донецке, как я знаю, приписывали к этому эти проценты. Да после того, как тебе это право забрали и не дали, ты говоришь, а я хочу проголосовать, а я не могу. Вот только после того, как тебя лишили этого права, ты начинаешь это намного более острее ощущать. Потому что когда ты живешь в каком-то социуме, у тебя все привычно, все понятно, ты этого не ценишь. Голи, ты понимаешь разницу между верховенством права и верховенством силы. То есть в ДНР главенствует верховенство силы. У кого автомат, у кого пулемет, у кого БТС, то ты прав. А Диана, скажи, когда 13 марта год назад убили Диму Чернявского, вот есть такое мнение, что организаторы того митинга виноваты в этом? Конечно, есть такое мнение. Мы сами себя считаем виноваты, но мы считаем себя виноваты каждого, кто не вышел четвертого, кто не вышел пятого. Я, опять же, не хочу перекладывать вину ни на кого, но на самом деле это огромная рефлексия у нас была по этому поводу, что мы виноваты, хотя на самом деле здесь мы никого не призывали выходить. Мы не призывали, чтобы приходить, и все будет хорошо, и все будет безопасно. Мы понимали, что есть риск опасности, мы понимали, что есть уже серьезные какие-то предпосылки, что нас могут, на нас могут атаковать. Люди знали, на что они шли. Да. Вы понимали, но мы не снимаем в себя ответственность за то, что происходило тогда, и мы понимаем, насколько... Мне кажется, что я лично буду проносить это до конца своих дней. У нас телефонный звонок. Скажите, как вас зовут, откуда вы? Владимир, Донецк. Здравствуйте, Владимир. Рассказывайте, зачем звоните нам? Ну, я сразу хотел бы сказать, что я сильно не следил за вашей беседой в прямом эфире, я следил за твитами, да. Ну, и вот решил позвонить в прямой эфир. Оказалось, я звонился. Я бы хотел сказать, что все-таки на украинских СМИ информация преподается слишком однобоко, и я не видел ни репортажей из Донецка, сейчас, свежих, чтобы можно было услышать действительно тех людей, которые остались в Донецке, и почему не остались. Дело в том, что их здесь никто силой не держит, здесь уже остались френдами Донецкой Народной Республики. А вы себя таким считаете, Владимир? Да. Гражданином ДНР, да? Да. А скажите, а паспорт Украины что для вас теперь значит? Это как в прошлом или как? Я с удовольствием его поменяю. Как только будет возможность, периодически это будет возможно. Скажите, а вот уровень нетерпимости по отношению к накомыслию, грубо говоря, да, так? То есть, если, допустим, в Донецке, да, в самом Донецке, при условии, что там есть, насколько я знаю, отслеживает Министерство госбезопасности, всех, кто присутствовал на этих митингах Евромайдана. Там было немного людей, да, но, тем не менее, составлены списки, и МГБ пытается найти каждого, и пытается с ними о чем-то то ли говорить, то ли отправить в какие-то свои места, где они держат людей, заключенных, да? Хорошо, я вам хочу дать совет. Вам надо искать выход на то же самое МГБ, на первых листах республики, для того, чтобы налаживать диалог. Просто сидя в студии, сейчас общаясь, вы ничего не добьетесь, вы не достучитесь за нас. То есть, диалога не будет. Понимаю, что если сейчас вы выйдете на площадь Ленина, да, там, со своим знакомств вашего канала, или другого украинского, то последствия могут быть, конечно, ну, я не знаю, какие будут, но, а может, и ничего не будет. Понимаете? Просто я общался с журналистами, с Харковскими, которые здесь в Донецке работают, они получили аккредитацию. Просто, вы же понимаете, надо налаживать диалог. Диалог, а не вот просто, вот как вы сейчас сидите, с людьми, которые сбежали из Донецка. Ну, понятно, так сложились. Выходите на МГБ, на Захарченко и налаживайте диалог. Владимир, тут есть вопрос у Алексея Рябчина, он народный депутат Украины, украинского парламента. Давайте послушаем его вопрос. Какая ракция? Батькивщина. Владимир, добрый вечер. На самом деле, у меня не вопрос, а вот я с вами абсолютно согласен, что нужно искать диалог. Но диалог нужно искать не на уровне властей, а на уровне людей. То есть, мне кажется, что мы с вами сидим, общаемся, у вас одни взгляды, у меня другие. Мы с вами всегда найдем общий язык, если не будет как раз вот такой государственной какой-то подоплеки. Люди с людьми всегда найдут общий язык, потому что у нас общий интерес. Интерес развивать свой город, интерес развивать свои семьи. А когда уже подмешивается политика, когда какие-то МГБ, когда какие-то самопровозглашенные другие структуры, уже начинается конфронтация. Вот мы с вами всегда найдем общий язык, ребята найдут с вами общий язык. Сколько у нас знакомых там остались, вы называете, что мы убежали из города, но есть причина бояться за свою жизнь, за жизнь своих близких. Поэтому мы с вами всегда найдем. Когда подключается уже более другой уровень, я думаю, тут будет уже труднее. Извиняюсь, что крепил. Мы найдем общий язык, если этот язык будет, и русский в том числе, законодательно закрепленный за гражданами. Не то, что, как вы говорите, да, когда многие вот говорят, кто же вам запрещает разговаривать. Да вот не хватало, чтобы нам еще запрещали говорить. Вы законодательно уравняйте всех в правах граждан, лучше Украины. Вот тогда возможен диалог. Понимаете, я не видел митингов в Киеве за мир. Я видел только Порошенко, якобы скорбящего пола на властье, да, который, как еще не доказано, кто это был. Давайте диалог надо совать на всех уровнях, но при этом права у людей должны быть одинаковые. Вот и все. Как вы относитесь к тому, что сейчас во Львове запретили ветерана Кликотечной войны надевать ординат? Ну, знаете, это вопрос ко Львову, мы с вами дончане, давайте говорить о наших проблемах. А что касается, знаете, вот у меня такой вопрос, что касается закрепления наших прав и уважения наших прав, и уважения друг друга вообще, да. Ну так, а как же тогда быть все-таки тем людям, у которых другое мнение, да, в отношении, например, какого-то явления или события? То в ДНР, например, разве закреплен сейчас статус того, чтобы мы, как СМИ, вот наше общественное телевидение Донбасса, чтобы мы могли беспрепятственно работать на территории Донецка? Нет, мы не можем этого сделать, потому что... ...на официальный уровень к Захарченко, к МГБ, и поговорите с этими людьми о том, что вы готовы предоставить точку зрения, выйти на площадь, да, и одну, вторую точку зрения показать. Не монтируя это так, как делает там один плюс один, ничего входит ДСМ. То есть, ну, понимаете, надо правду тоже показать. Я знаю, в Донецке у меня соседи вот живут, пожалуйста, из Тернополя, сами корни, а у них другая совершенно оппозиция. Никто им ничего не сделал до сих пор, потому что они поняли, что они в меньшинстве в Донецке. 13 марта трагические события на площади Ленина. Но, как говорится, большинство победило, точно так же, как большинство в Киеве победило. Уличная демократия произошла в Киеве. Кто мешал, почему забрали у Донецка право вершить уличную демократию? Большинство победило. Хорошо. Владимир, спасибо за ваше мнение. Будем на связи. Спасибо за внимание к нам и к нашему сегодняшнему вечеру. Вам хорошего вечера субботнего. До свидания. Благодарю. А я хочу показать видео как раз годичной давности и предлагаю посмотреть его, что происходило на площади имени Ленина в центре Донецка. Я помню эти события, как никто, потому что я как раз был там в эпицентре этих событий, и коллеги мои были, и да, и мы это все видели своими глазами, но давайте посмотрим, как это было. Вот я предлагаю коллеге смотреть и комментировать. Смотрите, здесь в центре стоит возле этого автобуса группа людей. Я думаю, вы все знаете прекрасно, кто там стоит. И там же стоял как раз Дмитрий Чернявский вот в этом кольце. Вот у нас с той стороны, в которой сейчас полетели камни и яйца, это все, так сказать, пророссийские активисты, которые пришли доказывать, что нельзя ехать в Донецк к правому сектору, как было сказано. А милиция пыталась рассоединить эти две толпы. Вот кто был, Алексей, был там, какие были тогда ощущения? Можешь смотреть, сейчас вспоминать, что было. Ощущения были в газах, в носу, в глазах. Вот я в тот день тогда уже... Вот, потащили Диму, да? Ну, а вот один из пострадавших. В принципе, нас избили, причем люди с характерным поваром российским. Я почти уверен, что это ростовские ребята были, потому что они кричали о том, что... Ну, очень плохо кричали, а хохла... Ну, в принципе, мне больше сказать нечего. Несколько ударов было. Да, меня и по печени хорошо называли. Меня, если бы милиция не оттянула, я не знал, если бы пищевать. Собственно, вот такие события, Олег. Что помнишь, как теперь это, год спустя, как мы на это смотрим все? Ну, знаете, первое, что хотелось бы сказать, достаточно жестко, может быть, но тем не менее. Какая республика, такая демократия. Вот это, наверное, был момент голосования как раз того большинства анализа. Я прекрасно помню тот день, когда выводил однокурсник своих девушек как раз оттуда, из-под битв, из-под града камней, когда как раз избивали. Помню полное элипционно-пшеканное газо. Страшно. Сегодня, уже через год, мы более так спокойно можем об этом вспоминать. Хотя, конечно, этот день... Нет, я имею в виду, что все равно эмоции сохраняются. Мы можем более оценить, что ли, ситуацию. Хотя, очень сложно. Потому что это, скорее всего, переломный день был все-таки в Донецке, когда... Ну, знаете, до этого можно было выйти на улицу с украинской символикой, знать, что тебя побьют, знать, что тебя будут преследовать что-то. После 13-го люди уже начали понимать, что выйти с украинской символикой, заговорив по-украински, тебя просто могут убить. Уже цена стала не здоровья, не избиения, а ценой может быть жизнь за твою позицию. Есть телефон внизу у нас нарисован сейчас из Донецка, кто был участниками того митинга с другой стороны, с российскими флагами и триколорами. Просьба звонить и высказывать свое мнение, почему вы были тогда там. И послушаем, какие аргументы у вас были, потому что здесь в студии, в Киеве, мы не можем найти участников той стороны митинга, чтобы пригласить сюда послушать. Алексей, как мы можем рассчитывать на то, как будут имплементированы минские соглашения сейчас? Вот Владимир, который звонил в студию из Донецка, я думаю, он ждет этих минских соглашений. А вот в нашей среде, вот здесь, в Киеве, я имею в виду, в вашей среде, в депутатской, их ждут или нет? То, о чем мы должны говорить в контексте минских соглашений, это реинтеграция Донбасса в Украину. Это должны понимать все, и в том числе и Владимир, и те люди, которые подписали его. Что это значит, они должны будут говорить на украинском языке? Надо сразу пояснять, что это обозначает. Да, и вот здесь я согласен, что есть огромный пробел власти в коммуникации, действительно, этих минских соглашений. Когда подписываем минские соглашения, все знают, что будут минские соглашения, аналитики говорят, что будут минские соглашения для России, для Европы, для Украины. Она говорит, действительно, что значит минские соглашения для украинцев? Мы подписали, это значит, что уже можно возвращаться обратно, это значит, что мы бизнес можем обратно развивать. Я бы не боялся этих минских соглашений, если действительно целью стоит и у России, и у других стран их выполнение. Нам самое главное закрыть границу. Как я еще раз говорю, украинцы с украинцами договорятся, если там не будет россиян, наемников и прочего. И плюс второе еще условие, это те выборы, которые будут проводиться. В них должны принять участие не только те люди, которые будут находиться в тех территориях, которые сейчас не под контролем, а все жители с Донецкой и Луганской пропиской, которые находятся сейчас в Киеве, в Одессе, во Львове, которые выехали. Плюс эти люди должны иметь возможность избираться депутатами, иметь возможность быть избранной властью. И тогда люди, представители тех и тех, мы найдем общий язык, не будет никаких проблем. Я обещаю. А у нас телефон, алло, слышно меня? Да, представьтесь, откуда вы? Я Олег, раньше проживал в Макеевке, сейчас проживаю в Киеве. Да, Олег, рассказывайте, с чем звоните к нам? Ну, что звоним, в принципе, послушал я, вот высказывание тут предыдущие, тут парень звонил, пожалуйста. Владимир из Донецка, да, гражданин ДНР. Ну, что хотелось бы сказать, просто по этому поводу, что очень сильно влияют СМИ, потому что до того момента, когда мы уехали оттуда, у меня мама, она 65-летнего возраста, и в принципе, она очень плохо отнеслась к тому, что было определенное российское вторжение, она очень сильно возмутилась. Но со временем, после того, как мы перестали с ней лично общаться, она живет сейчас в нашем доме, а мы уехали в Киеве, здесь проживаем уже с июня месяца. Вот, и когда мы начали звонить, она вот начала говорить о том, что вы не понимаете, вас зазомбировали, и то есть такие вещи начала говорить, ну, стандартные, которые навязывают российской территории, что Захарченко, это хороший дядя, он нам поможет. И попытаться переубить ее было практически невозможно. То есть она переходила на Киев, ну, в общем, никакого взаимопонимания у нас с ней не было. Поэтому складывается впечатление, что и люди, с которыми, допустим, у нас знакомый, один возил французского журналистов туда, вот недавно, в сторону Дебальцево, уже после вывода наших войск отсюда. И он сказал, что люди просто уже, как бы, не просто, они просто ненавидят украинскую власть из-за этой войны. То есть все, практически все люди старшего поколения обвиняют в войне украинскую власть. Да, понятно, понятно ваше мнение, это, я думаю, не новость, да, многие сейчас так и правда говорят. Спасибо за ваше мнение, будьте с нами на связи, еще на наших YouTube-каналах подписывайтесь. Ну, складывается такое впечатление, что, ну, вообще, как бы, Донбасс, он, в принципе, я хоть и житель материки, прожил там все свои 40 лет, там. У вас впечатляет, что он просто потерян, в принципе, ментально. Почему? Потому что люди просто ненавидят уже, и это, наверное, надолго будет. Ненавидят что, не понимаю? Именно они, ну, ненавидят Украину, в принципе, их вернуть обратно, я думаю, что это будет уже нереально. Хотя, в принципе, там жил, но... Да, тут у Олега есть вопрос небольшой к вам, давайте послушаем. Как вы думаете, вот эта ненависть к Украине, она имеет какое-то подспорье, или она все-таки продукт доминирования российских СМИ? Значит, Олег спрашивает, имеет ли ненависть это какой-то бэкграунд, такой фундамент, или это все-таки результат влияния пропаганды российской? Я думаю, что влиять, потому что мы когда-то... и пропаганды, и то, что там был определенный фундамент. Почему? Потому что когда мы были там, в то время, когда проходил этот референдум, мы видели, как по поселку ходили люди старшего поколения, они радовались, они пили, праздновали. Для этого это был определенный фундамент. В другой момент, мне, конечно, непонятно, почему люди, которые более молодого поколения, вот у нас были друзья, они тоже поддали к этому, хотя не было еще такой пропаганды. То есть там вот какой-то вот такой ментальность такая определенная, я не знаю, но и больше поражены. Хорошо, да, спасибо, спасибо, до свидания. Вот, собственно, такое мнение, что на Донбассе теряются сторонники Украины с каждым днем, наверное, от действий украинского правительства, я так понимаю. Ведь все-таки кто-то администрирует этот процесс. Не столько, наверное, от действий украинского правительства, хотя тут есть постория, само собой, как из-за доминирования российских СМИ. У нас нет возможности входа туда информационного, и кому как-нибудь... Ну, видите, звонят нам все-таки на горячую линию нашу из Донецка, причем... И честно говорить, и по поводу украинской власти, в том числе, которую я представитель, давайте говорить о том, что почувствовали жители в Донецке, на той территории, которая не была оккупирована, либо на освобожденной, какие-то изменения. По-моему, мы видим, что люди, социальные лифты не заработали практически, практически не заработали, новых лиц нет, а если и приходят, то это они как-то аффилированы с предыдущей властью. Если, например, в том же Краматорске, в том же Мариуполе были разрушены в результате военных действий здания, сооружения, деньги на их реконструкцию не выделяются. И что у людей... Какие у людей мысли? Нас слили, мы не нужны, раз деньги сюда не выделяют, уже есть какой-то план, ввели сюда ограничения, нас не хотят выпускать, нас забыли. То есть, действительно, коммуницировать с людьми из Донецка нужно. Когда ты приезжаешь туда и общаешься с людьми... Здесь у нас и есть платформа для этого диалога. Вот мы для этого и создаем общественное обещание, как раз туда, направленное через эту студию, через нашу общественную организацию. И мы должны разговаривать. Действительно, должен быть диалог, мы должны говорить. И не только мы. Представляете, в Мариуполе, в Краматорске... В Мариуполе случилась трагедия, кто в Мариуполь прилетел? Прилетел Кихтенко. Кихтенко приехал через 9 часов, ребята. 9 часов. Я засекал время, как случилась трагедия. Кихтенко не приехал. Он приехал в Краматорск, он объявил просто траур всеукраинский, но не приехал туда. Кроме Кихтенко, потом там еще были... Я могу сказать, что я в тот день был в Верховной Раде, когда мне пришли сообщения, у меня друзья из Макеевки переехали как раз в Краматорске, они буквально в километре поселились, они думали, они убежали с войны и в итоге попали на войну. Я помню прекрасно тот день, когда в Краматорске был в Верховной Раде, у нас как раз президент зачитывал, по-моему, это был закон о судоутрии или еще что-то, а мне всего типало, хочется сказать, ребята, там опять атака, и спасибо президенту, что он действительно потом сказал, я знаю, всю ситуацию контролирую, назвал какую-то точную информацию, но недостаточно. Мне кажется, нужно больше коммуницировать. Мне кажется, надо людям хотя бы объяснять, что происходит, вот почему так происходит, почему так происходит, да, и может быть от этого будет какой-то позитивный результат. И давайте напоследок по еще несколько фраз, реплик по поводу существующей ситуации, и если у нас будет еще звонок из оккупированной территории, из Донецка, или как они себя называют, Донецкая Народная Республика, или Луганская Народная Республика, то мы примем еще в студию один или два звонка. Юля, что? СМС от Владимира. Что? В Украине жило от 8 до 10 миллионов этнических русских, вот и почва. Понятно. Давайте тогда вот как раз с этого вопроса, и я свой вопрос построю. Насколько этнический конфликт влияет сегодня на вооруженный конфликт на востоке Украины? Насколько это все-таки суть происходящего религиозной? Вот, например, когда, ну, конфликты бывают разные, да, по классификации. Есть военный конфликт, который возникает в результате межрелигиозной розни, межэтнической розни, когда делят территорию разные представители различных народов, так сказать. или же это абсолютно политический конфликт, или это все-таки действительно, или все-таки это действительно этнический или межрелигиозный конфликт, или же это борьба за ценности какие-то. И раз это, если, я вижу, и, скорее всего, думаю, вы скажете за ценности, если это так, за эти ценности, то какие же ценности мы с вами отстаиваем здесь? Я скажу тогда международный уровень, я недавно вернулся из зарубежной командировки, где был в парламенте Великобритании и в парламенте Швеции, где я общался с представителями властей этих государств. Нет ни единого сомнения в том, что это за конфликт, устроенный Россией, за свою зону интереса. Никто не говорит о этнических, о еще каких-то культурных, понимая, что это возможно как какая-то составляющая. Все прекрасно понимают, даже те, кто пытаются оставать пророссийскую точку зрения, я общался и с такими людьми в Великобритании, они прекрасно понимают, что всему виной здесь геополитические амбиции. Потом, когда мы уже спускаем на более низкий уровень, да, и как, например, Владимир говорит, русский язык, какие-то другие вещи, да, это то, что воздействует на уровень человек-человек, но причина этого я бы видел повыше. Хорошо, Диана, а как думаешь, есть ли межэтнический конфликт здесь, присутствует ли почва межэтническая, либо межрелигиозная какая-то? Нет, конечно, межрелигиозная я здесь не вижу. Единственное, что оно притянуто за уж, да, там православие каким-то образом, каким-то контекстом пытаются тоже как бы апеллировать, преодолировать эту тему. Или то, что там этнические русские жили все время на Донбассе, ну так извините, я тоже в таком случае этническая русская. А что тогда, суть конфликта в чем? Ну вы, Алексей, сейчас задаешь такой вопрос, суть конфликта в том, что сейчас происходит на Донбассе? Да, почему люди взяли руки в оружие, оружие в руки? Год назад? Да, да, да. Потому что хотели жить в Советском Союзе, это конфликт поколений, может быть, это конфликт разного уровня IQ, ну опять же я сейчас это... Понятно, понятно, у нас есть звонок еще, слышно меня, да, алло? Алло, алло, слышно меня? Да, да, да. Да, здравствуйте, кто вы, откуда, представьтесь. Значит, я из Донецка. Как вас зовут? Я из Донецка, меня зовут Татьяна. Да, Татьяна. Мне очень приятно с вами говорить, но я хочу вам сказать, что у нас очень много людей, которые за Украину, очень многие. И не нужно говорить то, что здесь все против и все ненавидят Украину. Есть, конечно. Но мы так и не говорим, Татьяна. Мы как раз это обсуждаем, и вы сейчас говорите свое мнение, предыдущие звонившие, другие мнения высказывали, да. Скажите, а какие вот, что сейчас, как вы себя чувствуете, будучи за Украину в Донецке? В какой атмосфере вы живете сейчас? Ужасно мы себя чувствуем. Вот выйдешь на улицу, даже поднимать и глаза, поднимать и смотреть вообще вокруг, что творится. На всех этих военных и российских, здесь мы живем в центре города, мы это все видим. И технику, и это, ну это не отъяснишь. Все могут выехать, понимаете, миллионы выехать не могут. Да, у Дианы есть вопрос. Диана один из общественных, общественная активистка как раз вот из Донецка тоже уехала. Ну, землячка, ваш вопрос тоже. Здравствуйте. Да, да, очень интересно. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а вы пытались выехать из Донецка? Вы не хотели уехать, переселиться? Ну, мы уезжали временно, потом, понимаете, денеж нужно, как сказать, уезжали, потом вернулись. Ну, теперь вот так вот, в общем, сидим. И теперь уже даже нельзя выехать вообще из Донецка, поехать на Морилку, по области, там, потому что, вы знаете, сейчас идти пропускать. Ну, и при этом, я не пожаловаться, позвонила, чтобы сказать, что здесь очень многие люди за Украину. На самом деле, хотела как раз про пропускную систему узнать. То есть, вы пытались как-то получить этот пропуск? Да, я пыталась, и по элитонке посылала, и туда ездила, отвозила документы. Ну, там очень все это, как бы так, загружено. Ну, можно понять, это война, поэтому я не в обиде. Я на Украину вообще не в обиде. Я понимаю даже то, что вот пенсии блокируют, это все правильно, потому что здесь действительно живут диноземцы, как сказать. И они пользуются всеми благами Украины. И пусть мы будем страдать, но они тоже не должны пользоваться. Ну, понятно, понятно. Хорошо, Татьяна, спасибо, удачи вам и всего хорошего. Хотела бы я, чтобы вы все передали, что здесь очень многие люди за Украину. Я думаю, вас услышат, увидят, и мы, эти все наши разговоры, да, они у нас архивируются. До свидания. Спасибо. Вот такие мнения тоже есть. И продолжаем ответ на вопрос, который я ставил. Олег. По поводу конфликта. Вот правильно, Абсолютно, Алексей, вы обозначили. Есть конфликты разных градаций. И поэтому давайте дедуктивно пойдем. Межрелигиозный конфликт. В Донецке был межрелигиозный конфликт все эти годы? Нет, его не было. Более того, все конфессии Бьенельси вышли на молитву за Украину. Если мы говорим о конфликте межэтническом, то тогда, наверное, этническая община должна была выбарывать свои права годами. Мы видели, что российские партии набирали максимум 2% в местные советы. То есть на местном уровне тоже поддержки не имели. И если мы говорим о политическом конфликте, то, наверное, во главе этого политического протеста стоят политические лидеры, которые украинцы являются либо этнически русские, но все-таки украинцы. А там стоят в основном граждане Российской Федерации, агенты и другие люди, которые не имеют даже гражданство Украины. Более того, если мы поднимаемся на эту ситуацию, мы понимаем, что эта классификация конфликта не подпадает сюда. Значит, это не конфликт. Значит, это агрессия. Смотрим тенденцию. Где еще были русскоязычные протесты? Начиная от Прибалтики, Турции, Кыргызстана, Украины. То есть мы видим тенденцию, где русское население используется для достижения каких-то геополитических целей. Соответственно, это не является конфликтом внутренним, а это является геополитическим конфликтом, где одно из государств, в данном случае Российская Федерация, отстаивает свои интересы. Маскируя это под конфликт, так как в 21 веке линейные войны не действуют. Действуют гибридные войны. И прежде всего борьба идет не за территорию, а за умы людей. И тут информационное противостояние, оно выходит на первый план. А вот, Лен? Согласен со всем, что говорили предыдущие. Вопрос, да, у нас в Бонбасе, мы видим, может быть, какой-то этнический конфликт, какие-то претензии возникли, наверное, у чеченцев, у вариаторов, которые приезжают к нам воевать из России. То есть это однозначно чисто политический конфликт. То есть у нас в Донецке никто не брал в руки оружие, пока его не давали в эти руки российская рука из соседнего государства. То есть я считаю, что это изначально не внутри украинских конфликтов. Потому что уже тогда, 13 марта, уже 5 марта, мы видели все эти автобусы с российскими номерами, которые привозили боевиков из России. То есть я считаю, что, опять же, все мы знаем, что абсолютно вымышленная проблема русского населения на Донбассе. Я не знаю, есть проблема украиноязычного населения на Донбассе. Она была, сейчас она обострилась в разы, да, на оккупированной территории. Но проблем русскоязычного населения никогда не было. Это всегда была только такая тема, которую использовали для спекуляций, чтобы заговорить те проблемы, которые реально создавала местная зласть своей неграмотной политикой. Хорошо, коллеги, спасибо за сегодняшний разговор, за участие в нашем диалоге. И я напомню нашим зрителям, что подобные диалоги мы проводим каждую субботу. И с 19.00 мои коллеги Татьяна Заровна, Андрей Дегтяренко, также другие мои коллеги-журналисты, которые были у основания общественного телевидения Донбасса еще год назад в городе Донецке. Мы здесь собираемся, каждый делит свои блоки тематические и пытаемся общаться с разными сторонами, с разными людьми, жителями Донбасса, с разными точками зрения, отношением к происходящему и так далее. Будем сюда же включать скоро и председателя Донецкой областной государственной администрации Кихтенко. Также, если найдем председателя Донецкого областного совета Шишацкого, он, кстати, до сих пор выполняет функцию председателя совета, но нигде его так и нет, дома его тоже нет, и пропал человек. В общем, с радостью бы с ним пообщались тоже. А вот диалог людей с людьми – это то, чего… Да, я надеюсь, что эта методология заложена в основу, что мы над всеми стенами, над всеми разделителями можем построить мосты человеческого общения, которое на самом деле все это перемелет и таким образом уничтожит всяческие преграды. Я напомню, что можно позвонить нам каждую субботу с 19.00, пообщаться с нашими гостями, задать вопросы ведущим, высказать свое мнение. В этом суть, в общем-то, происходящего в нашей студии. А на протяжении недели все наши видео доступны на YouTube-канале, который называется «Общественное телевидение Донбасса». Там все разделено, четко структурировано по разделам. И вы можете, если вы живете в секторе «С», теперь это так называется, «Славянская дружковка» и «Краматорская константиновка», или вы живете в секторе «М», это называется Мариуполе, все что рядом, а также сектор «Б», и сектор «Б» – это наш родной Донецк, или его еще называют ДНР-сектор, по-разному, то есть у каждого свои секторальные разделения. Но для нас, в общем-то, это все одно, Донецкая область, наш Донбасс, и мы собираем отовсюду эти видеоролики и сообщения наших зрителей, читателей, слушателей. Также, если вы вдруг пропустили видео, YouTube-трансляцию, ловите сигнал областной государственной телерадиокомпании Донецкой на частотах, которые доступны в Краматорске и Мариуполе. Мы там выходим также и доступны, и доступны в эфире телеканала «Эспрессо». На этом на сегодня все. Если хотите нам каким-то образом помочь, чтобы развивать эту студию, свет, лампочки, дорогу наших журналистов оплачивать на Донбассе для съемок сюжетов, то вы можете также узнать на нашем сайте громадский.дн.е наши банковские реквизиты и общественную организацию найти, куда перечислить свои 100 гривен, и точно, уверенным быть наверняка, что это будет честная информация, а не в интересах того или иного олигарха, клана или политической партии. На этом все. До свидания. До новых встреч. До свидания.